Привет! Вы только не подумайте, что дома очень холодно и я просто так стою в шапке, согреваюсь, не в этом дело. Я буквально через пару-тройку минут собираюсь выходить из дома, жду Катюху, которая ездила в банк и меняла рубли на доллары. Если в целом, то все получилось. То есть у нас первый транш долларовый как бы есть на руках, ну практически. Он у Катюхи пока, потом мне конечно передаст. Мы поменяли по курсу 65 рублей за доллар. Я считаю, что нормальный курс. И после 15 числа, когда мне придет аванс, мы еще поменяем рубли на доллары. Но я надеюсь, что курс останется прежним, потому что очень много сейчас манипуляций в сети. Но надеюсь, ничего не случится и мы примерно по тому же курсу еще раз поменяем рубли на доллары. Вот такие успехи. Если вам нужна ссылка на банк, где мы меняли, напишите, я обязательно поделюсь. Но в целом сейчас не проблема как бы поменять по курсу 65 и надо бы, наверное, мне вырубить комп. Тут смотрел ваши комментарии. По поводу тушенки, конечно, сильный ажиотаж. И пару человек даже из надыма написали. Удивительно, конечно. Катюха мне уже с верхних полок достала более толстый пуха. Зачем я об этом говорю? Ну потому что в Москве сохраняется холодная погода. Он очень клевый, но носить я его буду после минус 15. А пока мне, в принципе, хватает и левайса. На минус 10 до 15, в принципе, норов. Этот просто потолще. Обратили, да, внимание, что я очень люблю черные пуханы? Вот таких у меня на самом деле два. Есть еще синий. Если кто-то давно смотрит меня, то, может быть, помните, я в нем поднимался на Эльбрус. И вот этот пухан синий, когда у нас с Сашей была заваруха с расставанием, она хотела его забрать. Но я его вовремя остановил. Там, конечно, весело все было с разделом вещей. Но я уже в этом грязном белье, так скажем, копаться не буду. Все, я буду выползать. Мне надо только проверить, что я вырубил везде свет. Так, все, готово. Блин, мне, наверное, не нужно было в этих кроссовках туда проходить. Потому что буквально полчаса назад Веня сделал влажную уборку. Это мой пылесос. Я ее так ласково называю. И, наверное, придется ему еще немножко поработать. Потому что вот этот песок, я чувствую, что он немножко просыпался, пока я вырубал свет. Ну и вот здесь мне придется еще немножко наговнякать. Потому что я не хочу оставлять включенный свет. Так, ну все, теперь точно можно валить. Мне повезло то, что меня не заперли, потому что вот этот чувак тут две соседние машины зажал. И мне сейчас ехать за Катей 4 минуты, и она приедет на остановку. Поэтому я хочу по Быри, куда доехать. А если бы пришлось ему звонить, чтобы он пришел к тачке, завел ее, отогнал, прошло бы минут 10. Ну и сейчас холодно вот так вот стоять и ждать меня. Ну, как бы, такое себе. Но у меня все равно что-то раньше получилось приехать. Катюхе пока нет. Ну и тут какой-то одинокий автобус стоит. А она оттуда должна вот так вот. Оп, он туда приехать. Потом переползет дорогу и уже в теплую машину ко мне. Все, ребят, я забрал Катю. Она мне еще небольшой сюрприз сделала. Заказала кофе. То есть принесла прям сразу в машину. И мы заехали... В Макдональд. Да, и мы заехали уже в Макдональд. Взяли себе по бутерброду, по картошечке. И знаю, что вредно, но хочется. И по поводу валюты хотел еще небольшой лайфхак сказать. Если вы летите в Азию, именно в Таиланд, да, то меняйте, чтобы вам давали купюры нового образца. Катю, покажи эту бумажку. Дело в том, что на банкноты старого образца курс меньше. Да, вот такая херня. Поэтому вам нужны вот такие. Имейте это в виду. То есть там, условно, на вот такую вам дадут 3200 бат, а на старого дадут 2700. Все еда на месте. Но мы ее очень долго ждали. И обратите внимание, я картошку всегда кидаю в пакет. Потому что если ее сюда бахнуть, то вся соль будет внизу. А меня это очень сильно действует. Ну, делай крен. Через неделю эта машина будет опять помойкой. Ну, мне хотя бы хочется с первых дней, чтобы она чистенькая была. Кстати, уже сколько-то дней прошло, она все еще чистая. Потому что очень холодно. Пока что мы молодцы. Я говорю про внутри. Пока что мы ее не за говнякой. А мы просто не ели особо. Так получилось. Ну, ничего. Сейчас будет автопутешествие за говнякой. Вообще, хлам. Я просто помню. Все еще замазывают. Каждый раз, когда... Все еще замазывают. А, это да. Вот откуда столько сил и терпения хватает? Тут же это вручную делают. У меня другой вопрос. Мне интересно. У них... Какой струкгодности этих соусов? А там... Около трех месяцев. Потому что Макдональдс перестал быть Макдональдсом уже достаточно давно. А соусы все еще с логотипом Мака. Хотя я видела, что появились у них вот эта вкусная точка с логотипом. Ну, то есть, новая. Без логотипа вообще, точнее. О них используют. Но еще это расходуют старые. Вот. Мне интересно. Они очень долгогодные. Конечно, конечно. А чему тут портится сплошная химия? И ты что-то меня перебила. Я говорю о том, что каждый раз, когда приезжаешь с автопутешествия, машина выглядит... Ну, такое ощущение, что у тебя 10 детей ехало. Живало там всякие черкаши по дверям. Это пока еще... А-а-а-а-а, я хочу писать, я хочу есть. Мне надо заехать туда. Ой-ой-ой, там надо остановиться. Пись, пись. Ну да. Конечно, есть свои сложности. Мамка что-то пишет. Не, знаешь, что будет? Мы же запишем. Что? Мне кажется, самое вот бесящее, что будет с детьми, это 24 на 7 путешествиях. Слышать по полям, по полям. Синей трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай Котаемся по центру, находимся сейчас на Пушкинской площади И если видите, вот это здание слева Там раньше был H&M И с сегодняшнего дня он прекратил свою работу Хотя я эту одежду не сильно люблю У меня, да, есть несколько штанов Вот здесь прямо было, на Тверской 16 Но качество у них так себе Скатывается Да Вот заметил, у нас все карманы с тобой просто в похороне Нам херово видно, я включу Я постоянно, это, че щетка отшила Штаны эти Хотя вот более дорогие марки у меня с ними все окей А эти прям Ну вот эти штаны, мне кажется, этим штанам уже больше года Я их так частенько ношу Вот этот костюм Ничего не скрутилось Да, но он не H&M Я когда жил в Таиланде, да, еще работал в авиасейс Очень часто ходил в H&M Покупал там футболки белые, черные Но они там отравленного качества Я 10 маяк брал и каждые 3 месяца их менял То есть никогда Если купишь чуть подороже, не было такого дурацкого эффекта Что скатывается Творот, знаешь, такой жеванный становится очень быстро Чего я хотела добавить? Мне нравилось в H&M то, что Вот я, допустим, в Брянске жила И ходила по торговому центру Обходила все магазины Не могла найти какой-то, не знаю, красивый топик Или какую-то блузку, платье Именно, чтобы куда-то в ресторан сходить Ну, не casual, а что-то такое более Для ресторана И в H&M очень легко мне было найти Каждая там третья вещь мне подходила Там очень много разных блузок, платьев Они все дешевые То есть, знаешь, на один раз одеть Прям очень легко было выбрать Да, качество, конечно, дерьмо Там бывали платья просто по 1200 Не, ну у меня позиция другая Ну у тебя другая, да? Я люблю вещи, вот купить футболку И чтобы она долго служила А мы с Катюшкой выползли на улицу Немножко покачаемся Повтыкаем на погодку И заберем наши посылки Мне приехали мохнатки для GoPro Щетки К сожалению, адаптер не пригнал И Кате пришло уведомление Что вот эти боковые шторки на тачке тоже приехали Поэтому мы после того, как получим Распакуем их и посмотрим, насколько они классно крепятся в тачку Ну и вообще, как выглядят Очень интересно Мне так нравится погода Несмотря на то, что, конечно, холодище Но вот голубое небо, это, конечно, кайфули Домики так волшебно, да, смотрятся у нас здесь? Как будто не настоящие, не живые декорации Ну у нас не квартира здесь, а вот этот дом У нас никогда бы не было проблем с парковкой Просто в гараж Ну или рядом, вот сюда Ее же никто не займет, эту парковку Это будет странно И самое главное, что здесь большой метраж Если бы у меня еще не было аллергии Я бы и собаку завел Дело не только в аллергии У нас реально совпали вкусы Я обожаю лабрадор Это мой самый любимый пород из собак Ну еще как раз лотерьера мне нравится Вот, но я хочу поблагодарить родителей своих Которые мне отказали в покупке собаки И тогда мне было лет 12, наверное Я прям умоляла Я рисовала рисунки с собаками Разрешивала по стенам Покупала всякие штуки Там, корма, не знаю Лотки, там все, что нужно Пеленки Я все покупала для собаки У меня тупо это лежало в комнате И спасибо, что они мне отказали Я уверена на все 100% Что я погуляла бы первую неделю с этой собакой И все, мне бы надоело Это, конечно, тяжело Особенно, когда я вижу там Ну, едешь куда-то в автопутешествие Собираешься утром И бедные вот такие владельцы в 6 утра Все несчастные Собака носится радостная Ну, а для людей это, конечно Это надо прям сильно любить Обязаловка Каждый день у тебя нет ни выходных, ничего Прикинь, мы очень часто куда-то гоняем На выходные к маме, допустим И каждые выходные нам пришлось бы в ту квартирку Где мама живет Тащить с собой огромного лабрадора Каждые выходные А путешествия Тоже отдавать маме А маме, я думаю, тоже не в кайф По утрам, по вечерам ходить, гулять с ней А мне кажется, и для животного это стресс Когда его постоянно туда-сюда тягает Он даже не понимает Песель, да, условно, где он живет Не наш вариант вообще животных заводить Максимум дети Животных нет Ну, детей можно взять с собой Ну, понятно, кто-то и с животными путешествует Но это другое Конечно В машине, слушай, собачка Вряд ли ты поспишь на заправке Ну, мне так кажется Не, почему? Можно, если на переднее сидение Потом дверку открыл Выгнал А она сама пись-пись Мне кажется, для него это будет стресс Я от Сазона уже все забрал А за адресом Вот очередина Вот так вот мои дворники выглядят Щетки Ну, и тут у меня карманы надеты мохнатками Ну, а ничем не отличается от того, что у меня уже есть Ну, ты как кара катится Ну, а давай дорогу перейдем, потом снимем Да стой! Надо было на картонку сесть и скатиться А да и сломать тут все? Ну, так вот выглядит Достаточно объемно, но она легкая А то вы будете говорить, что я Кате не помогаю Обьюсь! У меня еле-еле хватает длины руки, чтобы ее держать под ножкой Еще чуть-чуть, я была покороче и все Я уже не смогла так нести Мне так нравится Сейчас такое красивое небо Я его еще покрашу Будет вообще пушка бомба выглядеть В итоге я у Кати забрал эту шторку Потому что у нее длины рук не хватает А у меня окей Раз уж мы вышли в светлое время суток Вот вам покажу, что машину я еще не заговнякал За эти несколько дней Ну, немножко есть, конечно Но незначительно Срава приятно мне находиться А эту штучку я взял с собой Для того, чтобы Катя сейчас домой ее уперла Потому что она постоянно гримахает в багажнике У нас тут узоры, смотри Так, запись пошла Я сейчас буду снимать с двух камер А Катя будет делать распаковку И мы заклеим Ну, поставим эту шторку в одной из стеклов Не открывается? Коробочку вы уже видели У меня нож есть, если что Инструкция нужна тебе, нет? Пока нет Идем на передний попробуем Давай В России Да не, можно не закрывать В общем, ребят, я вообще не понимаю, что происходит Потому что ни одно стекло не подходит под нашу машину Написано, что для Volvo XC60 Но толку не такого То есть все мы попробовали И они не влезают Может быть, это под старую XC60, конечно Но надо, наверное, менять Потому что это вообще, конечно, не дело Вот это я, конечно, заднюю не пробовал Но у меня и выреза тут такого нет Ну, она, видите, просто Ну, разная по размеру И вся фигня в том, что на Volvo XC обычно, по-моему, чтобы сдать обратно товар Нужно, не отходя от кассы, как говорится Посмотреть и вернуть А так, не знаю, сейчас будем пробовать вернуть Просто это стоит, ну, пять тысяч почти Не дешево Ну, да Поэтому будем стараться вернуть это обратно И я посмотрю на Volvo XC60 Еще такие шторки для Volvo XC60 Эти не подходят совсем Ни одно причем Да Ну, мы не пробовали на заднем Я только что попробовал Оно по размеру не подходит У меня стекло больше Вероятно, говорю, это под старую, наверное, модельку Хрен его знает Немножко, конечно, я расстроился, что шторки не подошли Потому что это подбавляет некой операционки в нашу жизнь Но ничего страшного Всякое бывает Ладно, давайте я вам покажу Мне тут Катюня принесла торт из Кусвила И чаечек Сижу тут параллельно работаю Это все сейчас будет заблюрено Ну, да, мы не смотрели всякие секретики И вот сижу за компом Думаю, блин, как же все-таки хорошо, что у меня есть Mac на M1 Который я возьму с собой в Таиланд Потому что, ну, вот эта махина у меня очень мощная Кто не знает, здесь 64 гига оператива Видеокарта стоит 3080 И процессор 5950X Ну, 16 ядер, 32 потока И на нем перемалывать видосы Вот с GoPro 5.3K Вообще отлично Очень быстро все происходит Ну, я это все рассказываю То, что Mac на M1, несмотря на то, что это недорогой ноутбук Сейчас бы уж на его можно взять тысяч, наверное, за 60 А новую, ну, максимум, наверное, сотку стоит, да Учитывая, что все компы сейчас по параллельному импорту идут Он очень хорошо рендерит видосы Там плохо работает премьера Вот так вот для премьера, да Премьера, премьера Приведу 20-минутный файл Перемалывается на моем райзене Вот этом здоровенном компе Ну, минут за 7, наверное Там, именно в премьере, это будет длиться минут 45, наверное Или даже 50 А если ты Final Cut закидываешь Ну, с родной софт Эпловой То там, ну, примерно в два раза дольше получится по времени Чем мой райзен И это, в принципе, оптимальный результат Я к тому, что мне будет удобно Брать с собой его в Талант И там монтировать видос Чтобы я, не знаете, не сидел, не страдал Бляха-муха, как долго Поэтому, если вдруг тоже хотите начать монтировать То я рекомендую прям Mac на M1 брать И покупать Или можно даже спереть, так скажем Final Cut И пользоваться им Потому что он работает очень быстро И еще добавлю в оконцовке влога То, что я использую кружку Которую мне подарили в Apple Jesus Когда я покупал две Apple TV И тушеночку разыграем в эти выходные Ну, то есть видосик, может быть, в понедельник выйдет Ну, там посмотрим Поэтому не переживайте Если что, я ее отправлю Две банки, как и обещал Все, ставьте лайки, дизлайки Комментарии обязательно пишите Ну и до встречи в новых влогах